всем привет ребята сегодня хотел бы показать вам еще одну мою мою переделку на карте балдейки на в частности переделал сельское хозяйство переделал его из статичных объектов скачанных полностью сайтов модификаций которые нам предлагают разные модификации на фермер симулятор 19 давайте начнем с фермы у меня есть на этой карте несколько вариантов ферм также есть несколько вариантов интересных скриптов которых я вам покажу так вот у нас одна из ферм у нас получается вот такие вот две фермы они идут одним объектом вот таким большим загоном здесь также есть небольшой небольшая сараечка для подержа я так понял скотина вот на футбе коровы мертвые лежат вот ферма статичный объект вот этой фермы идет со звуками интересными очень звуками птиц птички поют кукушечка ночью кукует где-то тут но один существенный минус этой фермы в том то что всего 50 голов скотины сюда влезает такая огромная ферма и всего 50 голов разгружаемся мы вот здесь привозим какую-то еду какую-то солому там еще что-то из питания продуктов вот здесь все внутри фермы мы разгружаемся вторая у нас ферма второй объект у нас статичный вот такая вот ферма довольно такой таком распространенном постсоветском стиле да вот у нас кирпичи тут есть кое-где замазаны трещинки эта ферма вмещает себя уже 250 голов скота значит разгружаемся мы также здесь все внутри фермы вот здесь мы также чистим если у нас грязно на ферме здесь у нас доильный аппарат стоит вот такой вот у нас загон таких ферм у меня на карте именно вот здесь вот в этой площади для у нас вот именно здесь а где свободное место на карте балдейкина у меня таких ферм 3 штуки вот значит в емкость этой фермы 250 голов есть еще одна интересная ферма немецком стиле такая у нас более продвинутая более новая вот она вмещает себя 200 голов 250 или 200 ровно я уже не помню здесь вот только единственный минус то что после покупки коров коровы у нас перестают двигаться они вот застыли спячку впали и все они не двигаются вентиляторы у нас работают циркуляция воздуха у нас работает но коровы у нас не двигаются не знаю чем это связано хотя нет вот одна проснулась вот так же мы разгружаемся здесь привозим внутрь какую-то еду пищу солому все у нас разгружается здесь внутри вода у нас разгружается снаружи вот здесь у нас откачивается навоз здесь у нас выгружается вода заполняется да у нас вот так вот все здесь реализовано ну и последняя ферма на как и все предыдущие тоже такая же принципе ничем не отличается 250 голов да вот потом есть у меня накопители для каких-то кормов для каких-то удобрений вот здесь у меня есть у меня есть накопитель для извести значит стоит вот сюда мы можем привести разгрузить потом также если нам нужно известно какие-то ближайшие поля мы можем подъехать сюда спокойно загрузиться вот значит вот здесь у меня накопитель стоит стандартный элеватор здесь мы разгружаем все стандартные культуры абсолютно любые которые мы собираем с полей я кстати не проверял его на поддержку культур таких как картофель и свекла и она не уверен конечно что здесь сюда мы сможем это все дело разгрузить но тем не менее обычные стандартные культуры зерновые яровые он спокойно принимает и можно сюда привозить каких-то также ближе ближайших полей выгружать также я построил себе выгребную яму если можно так назвать выгребную яму или яму для навоза накопитель для навоза куда я вываливаю весь навоз который собираю с окружающих ферм вот такой вот накопитель благо сейчас в версии 1.2 мы можем себе это позволить с помощью планировки ландшафта вот такой вот штуки интересные очень здесь у меня почти почти миллион миллион литров навоза уже разгружена вот как бы сгружена да и мы видим что у нас она ни хрена не заполняется я слишком что-то с размерами просчитался но тем не менее когда нибудь я ее заполню и обязательно выложу в этот ролик в интернет вот именно на youtube вот такой вот мост я себе построил здесь я сделал углубился мост у меня стоит вот на как обычно на земле все нормально с моста я высыпаю вот у меня еще есть вот такой вот прицеп там развернуться на мосту с ним проблематично вот такой вот заезд съезд у меня в эту яму здесь у меня заравниватель я цепляю трактор подцепляю этот заравниватель и вот эти кучи которые здесь накапливаются потому что уже потом прицеп отказываться сюда сваливать эти кучи я раскидываю туда и погрузчиком либо развожу вот сюда забиваю эти углы разгружается все довольно просто маном мы можем вот здесь разгрузить прицеп тоже эта модификация довольно качественный прицеп очень даже я бы сказал качественный вот у нас ман разгружается здесь и трактором 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 блин как вологодский трактором мы можем разгрузиться с моста пожалуйста вот у нас разгружается трактор с моста вот в принципе все работает все как я задумывал все так же у меня все работает все нормально вот есть еще один одна модификация наверное многие из вас или уже видели это силосная яма только крытая силосная яма даже я бы сказал не одна целых две силосных ямы скрытых я уже ее заполнил почти на сто процентов 9 965 тысяч литров но столкнулся с такой проблемой что заехать никуда уже не можем как бы трактор у нас вот я заехал докуда смог и все он уже как бы не едет да есть один хороший скрипт который мне очень в этом помогает если у вас застрял где-то трактор и утонул трактор или перевернулся не дай бог на повороте вот мы берем и просто этот трактор вот так вот сюда затаскиваем этот мод работает именно с весом с весом он увеличивает в разы даже не знаю во сколько раз наверно 50 вес который вы можете поднять именно вручную вы можете этот трактор прямо груженный с телегой поднять и переставить любой удобно для вас место так как проблематично заполнить эту яму на сто процентов конечно можно сказать что можно было бы подъехать задом и вот здесь все свалить но трамбовать нам все равно придется заезжать наверх вот яма у нас почти заполнена на сто процентов мы сейчас назад чуть-чуть сдадим попытаемся не заполнить еще до краев и здесь я бы хотел сказать что именно заполнять вот этот крытый крытый силос крытую силосную яму лучше прицепом который будет ленточно разгружаться не поднимая кузов потому что мы упираемся в балку перекрытия крыши и у нас получается что трактор начинает такие кульбиты здесь вытворять что потом его достать отсюда уже проблематично будет приходится выгружаться именно такими рывками так вот у нас заполнение значит силосной ямы миллион семьсот но сюда влезет еще как минимум два прицепа если вытрамбовать получится у нас накопитель на 2 миллиона литров на 2 миллиона литров наверно да литров здесь у нас в литражах все получается в литров емкость смеси вместимость вот такой же мод у меня стоит на грязь мы так вот я уже показывал на своем канале обозревал мы ездим по грязи единственный косяк который я обнаружил в этой модификации мода это на тракторах фент на тракторах фент варил 900 когда мы берем этот трактор и ездим трамбуем допустим силос или косим траву ездим по грязи у нас пачкаться панель приборов она становится такого же цвета как и трактор я думаю что это не правильно но у меня потом внутрь то как оголя так же у меня есть модификации скрипта на полный тревать полный привод сейчас работают ребят я очень рад что волны 3 вот работать вот мы видим да полный 3 вот и блокировка работы она очень хорошо здесь помогает залезать именно стакия вот со我 см и замыз legit tires ямы вот давайте проверим посмотрите нас передний привод у нас тоже работает, да, сейчас полный привод подключаем, раз и передний привод у нас уже не работает видим, если у нас заднее колесо только одно крутится подключаем, раз работает раз, не работает раз, работает, раз, не работает все, здесь с этим понятно и это все работает также хотел бы показать еще один скрипт который я сюда также установил это скрипт на реальный вес если раньше мы даже если вот раньше я брал подключал к погрузчику Нью Холланд не стандартный ковш на 2500-3500 литров у меня сейчас стоит ковш модифицированный на 15000, я подключал без вот именно этого мода навес и он, трактор у меня вел себя, да ему фиолетово, как бы мне казалось, сколько бы ты ему туда не повесил он все равно не опрокинется, но сейчас с этим модом навес мы видим, что трактор у нас начинает вести себя неадекватно у нас отрываются задние колеса от земли у нас уже вес ощущается реально, можно даже вставать на дубы, как бы, да вот, видим, да все вес у нас уже теперь ощущается и при чем ощущается конкретно вот я вам говорю, что можно поднять этот трактор как игрушку с этим скриптом вот по скриптам вроде все так, здесь у нас все работает я еще построил свинарник из трех свинарников можно сказать, свиноферму давайте я вам сейчас ее покажу так так, вот у нас свиноферма это все статичные объекты из скачанных, из интернета скачанных вот такие вот свинарнички вот такая вот свиноферма свиноферма находится рядом с хлебопекарней на карте Балдейкина вот совсем рядом, вот буквально тут в пяти метрах уже пекарня начинается это поле я как бы ландшафтом все исправил вот вместимость каждого свинарника 300 голов свиней вот такие вот у меня три свинарничка здесь стоят я еще их чуть-чуть не доделал, не доработал поставил фонари также фонари я поставил в самой деревне Балдейкина в гараже фонари поставил вот здесь у меня заправочка здесь у меня склад каких-то удобрений или какая-то мастерская все открывается, работает здесь также склад по технику которая будет уже работать на свинокомплексе значит здесь также накопители под разные сыпучие культуры но мы знаем, что свиньи у нас всеядные они едят все, что растет на полях абсолютно все можно сюда скармливать, все привозить свинарник вмещает 300 голов но единственное, что мне чуть-чуть не понравилось это слишком вот я сейчас в этом свинарнике он у меня полностью укомплектован 300 или 350 голов сюда влезает а гуляет на самом деле мы видим на глазах да, визуально у нас гуляет всего где-то 20 голов свиней можно, можно я еще раз повторюсь можно, что в 2017 фермере мне это тоже не нравилось по факту у нас свинарник забит на 350 голов а визуально мы наблюдаем совсем малое количество свиней это мне не очень тоже понравилось я думаю, что это как-нибудь потом исправится ну да бог с ним, это уже придирки вот, вроде бы по скриптам все здесь все и еще хотел бы, ребят, вам показать я выкладывал видео на износ тракторов чем больше вы трактор катали без ремонта тем больше он у вас или комбайн изнашивался на самом деле это все нет не так в принципе-то это все так но вот мы видим у меня Ростельмаш отработал 42,8 часов это реальное время вы знаете, да, что здесь у нас на моточасы идет только реальное время которое провели вы в игре на этом комбайне и все, визуальных изменений больше по комбайну нет как были вначале у нас какие-то потертости где-то красочка отлетела где-то еще что-то произошло все, больше финальных никаких изменений нет трактор и комбайн остаются в таком же состоянии как и после 10 часов работы у нас есть и более как так сказать долгожитель это вот Джон Дир у него 56,4 часа работы это реальное время это почти можно сказать двое с небольшим суток он работал без перекуров без перерывов да, ничего тут не поменялось единственное только что то я еще раз повторюсь, что есть немножко заметил разницу он стал жрать больше топлива все краска больше нигде не шелушится больше нигде не отваливается все осталось так, как оно и есть вроде как больше я тут ничего не делал ну естественно, что засадил все сосновой рощей вот этот промежуток где у нас была течет река его засадил соснами засадил также там березки есть все это в модификациях доступно вот допустим мы посмотрим я только не помню где они у нас находятся в украшениях вроде как находят да, вот мы можем тут выбрать любое дерево любую березу посадить ее здесь там какую-то еще вот допустим такую березу это все пилится это все перерабатывается все это можно спилить не ждать, не сажать вот у нас елка даже тут присутствует вот такая елка сосны разных длин величин вот большая, средняя и маленькая совсем вот я правда не знаю не замечал растут ли маленькие сосны вырастают до больших или не вырастают но все это перерабатывается все пилится в общем вот такая вот ребята модификация такие вот изменения на карте я построил сам лично для себя это еще не финальная стадия я буду смотреть дальше что у нас появится из модификации буду переделывать эту карту вообще всю полностью для себя полностью строить ее как бы чтобы мне было интереснее играть вот здесь я переделал выезд с этого поля как мы знаем здесь выезда никакого не было приходилось либо скакать по этим кочкам буерагам либо ехать вот по той дороге но мне удобнее выезжать прямо напрямую с этой дороги я здесь гравием застелил выровнял немножко ландшафт как у меня получилось и выехал сделал выезд прямо напрямую и на зернохранилище или вот элеватор наш именно вот сельский нашего совхоза как его там назвать ну и в принципе все ребят то что вот я переделал вот таких глобальных особо переделок еще пока не произошло но это в будущем мы исправим всем спасибо за внимание и пока спасибо за внимание Продолжение следует...